Наш следующий материал из поселка Красное. С каждым годом административный центр Приморско-Куйского сельсовета растет и хорошает. Близость к окружной столице, устойчивое транспортное сообщение, трудолюбие красновчан и их искренняя любовь к родной земле способствуют интенсивному развитию оленеводческого поселка. Отличительная черта – массовое строительство. Возводятся новые многоквартирные и частные жилые дома. Строятся дороги и социально-культурные объекты. Слово Александрия Литковой. Когда мы сюда приехали, там нового березового поселка вообще не было. И домов. А сейчас там разрослось второе Красное. Ну, тротуары стали стоить. Раньше все песок везде был. Сейчас удобно ходить стало. Ну, в общем, делается что-то к лучшему. Поселок Красное на сегодняшний день лидер по строительству частных домов в регионе по федеральной программе строительства домов на селе. Также активно здесь за счет средств регионального бюджета строится жилье для переселения из ветхого и аварийного жилфонда. А вот очередь на жилье по соцнайму в последние годы не двигается. Сейчас в ней состоят порядка 70 жителей муниципалитета. Ну и, к сожалению, именно по этой очереди ситуация никак не двигается. То есть, полномочия по строительству приобретения жилья здесь находятся у органов власти Заболярного района. Ну и вот за последние годы именно по этой категории в Красном не строилось и не приобреталось жилье именно для этой категории лиц. Вот здесь как бы ситуация посложнее, скажем так. Благоустройство поселка тоже не стоит на месте. За последние несколько лет здесь появились несколько детских площадок, строятся тротуары, в сентябре будет проведено дополнительное освещение улиц. Все для удобства жителей. В рамках федерального и регионального проектов безопасные и качественные дороги ремонтируется центральная дорога поселка. Большая сторона, конечно, изменилась очень даже. Что изменилось? Ну, дороги строят, зелени больше стало, побольше новых домов стало. Поселок преображается, так что будет как современный, значит, один из первых поселков, который гадинфицирован. При этом острой проблемой для сельчан остается аварийный мост через протоку Захребетное. Переправа на другой берег сегодня крайне проблематично. Ведь лодки есть не у всех. А ведь там расположено единственное кладбище поселка, а также объекты колхоза Харп. Мост был построен в 2005 году и представляет собой временное сооружение. Это временный мост военный. Но сегодня он находится в военном состоянии, что подтвердило обследование, проведенное специализированной организацией в конце 2018 года. Но сегодня, можно сказать, что уже решен вопрос по финансированию проектирования капитального ремонта этого моста. То есть органы власти Заполярного района дали по этому поводу уже нам ответ, что эти деньги будут предусмотрены в бюджете района. Но надеемся, что это проектирование закончено в этом начале следующего года. И если все сложится удачно, то будем надеяться, что в следующем году нам удастся решить и эту проблему с этим мостом. Вопрос выделения финансирования на разработку проектно-смертной документации будет вынесен на ближайшую сессию Совета Заполярного района.